У животных, как и у людей, есть характер, привычки, личные предпочтения и у каждого своя собственная история. Эта собака любила своих хозяев, а они любили алкоголь. Животное тяжело болело уже несколько лет, но хозяева даже не думали ее лечить. Еду и воду тоже давали, лишь иногда, а в последнее время и вовсе перестали об этом беспокоиться. Овчарка питалась отходами и мусором, ее держали всегда на короткой цепи длиной в 60 сантиметров, и она чудом выживала в таких условиях. У нее была огромная опухоль, которая мешала ей двигаться. Животное испытывало постоянную боль и непрекращающийся голод. Из-за скудного питания и отсутствия витаминов появилась остеосаркома. Это разновидность рака кости, которая быстро прогрессирует у ослабленных животных. Чаще всего развивается из-за полученных травм. А травмы были часто. Соседи рассказывают, что хозяин жестоко избивал своего питомца. Когда волонтеры узнали о несчастном животном, то пришли просить хозяина отдать им собаку. Но он отказал, не захотел распрощаться со своим личным имуществом. Так он назвал замученного пса. Но волонтеры не отказались от нее. Они обратились за помощью в полицию и уже через несколько часов получили необходимые документы, и собаку удалось забрать на реабилитацию. Измученного пса срочно повезли в больницу, где обследование подтвердило агрессивную форму рака костей. Хорошей новостью было то, что рак не дал метастазов, и у собаки появился небольшой, но все-таки шанс на спасение. Пока волонтеры ждали результата всех анализов, Джордана приводили в порядок. Он получил хорошую пищу и необходимые лекарства. Его отмыли от грязи и многочисленных паразитов. Опухоль очень быстро росла. С каждым днем наблюдалась отрицательная динамика. Собаке необходимо была срочная ампутация лапы и мощные действенные лекарства. Волонтеры собрали средства и отправили Джордана на лечение в Стамбул. Турецкие врачи провели сложную операцию, но она прошла успешно. Пес очень хотел жить. И собака быстро шла на поправку. Хорошо и много ела, просилась на прогулки. Она понимала, что теперь к ней будут относиться хорошо. Джордану было уже много лет. Его организм был истощен страхом, голодом и болезнями. Но даже если ему суждено прожить всего год или два, это время будет самым счастливым в его жизни.